Мы начинаем вторую сессию нашего семинара 15 июля. Рыбакова Ирина Андреевна, Российский университет дружбы народов, опыт перевода с немецкого языка, востоковеда Ван Эсса. Пожалуйста. Ну, я начну сначала тогда, наверное, да? Да-да, сначала, потому что это будет отдельный фрагмент вашего видео, вашего выступления на YouTube-канале. Ой, еще и на YouTube-канале, ну все, мы с Ван Эссом станем популярными. Итак, уважаемые коллеги, сегодня я расскажу о своем опыте перевода третьего тома основного фундаментального труда арабиста Йозефа Ван Эсса «Богословие общества второго-третьего столетия по хиджриям. Истории религиозной мысли в раннем исламе». Это шеститомник. Ну и сначала следует сказать несколько слов о самом Ванессе, поскольку личность эта известная, но не вся информация о нем на самом деле является такой же известной, как его имя. Ну, например, бытует мнение, что у него есть только этот шеститомник, больше ничего, что вот он всю жизнь посвятил вот как раз богословию и обществу. Это не так. Вот. Есть у него очень богатое на самом деле наследие. Он родился в Экс-Ла-Шапель в 1934 году. Откончался совсем недавно, то есть он наш современник. Откончался он 20 ноября 2021 года. Учился изначально в Бонне, где изучал классические дисциплины. Но потом что-то произошло. Он переключился. И переключился очень судьбоносно для самого себя на арабский, персидский, турецкий языки и сравнительный семитизм. Ему была предложена тема для диссертации «Ранний мусульманский аскет и теоретик человеческой души» НАПС «Аль-Харид Аль-Мафасиби». Результатом этого стала его первая монография «Образ мыслей Харид Аль-Мафасиби». Эта монография была написана в 1961 году, но этот труп до сих пор остается основополагающим для изучения Аль-Мафасиби. Великий стилист и оратор, он широко известен как... Ирина Андреевна, Аль-Харис Аль-Мафасиби. Можно Аль-Харис Аль-Мафасиби. Спасибо. Аль-Харис Аль-Мафасиби. Да. Везде «РС» можно произносить. Аль-Харис Аль-Мафасиби. На русском вот так будет. Ага. Аль-Харис Аль-Мафасиби. Ну, как интересно. Ну, бывают такие искажения при переводе с иностранного, потому что я, на самом деле, пользовалась нервными источниками. Вот. И там могла, конечно, что-то перепутать. Вот. Для изучения наследия Аль-Мафасиби, соответственно, да, до сих пор пользуются этой монографией. Вот. Ванесс широко известен как самый блестящий исламист второй половины XX века. Это была его первая монография в 61-м году. А последняя монография в 2013 годом датируется в полутине. Она завершает цикл публикаций книги о Харисе Аль-Мафасиби. И представляет собой красочную биографию того самого исследователя, Хельмута Риттера, который изначально предложил ему эту тему. Вот. То есть это как такая дань уважения этому человеку. Основной специализацией стала исламская теология или калам. В своей диссертации, которую он затем представил во Франкфурте, он исследовал эпистемологический пролог книги. Вот сейчас, если что, поправьте меня, пожалуйста. Адуда Аддина Алиджи. Надеюсь, что это правильно. Он скрупулезно проследил генеалогию идей и попутно вводил целый арсенал новых терминов для перевода тонкости арабского языка. В течение 60-х годов он долгое время работал референтом в немецком институте востоковедения в Беруте. Там он редактировал девятый том, и опубликован он был уже в 70-х годах. Девятый том 30-тонного издания биографического словаря Аль Сапади. Работал также над трудами Аль Джахиза и других мыслителей классического периода исламской интеллектуальной истории. Ему были известны традиции друзов, исмаилитов, суфиев. И, соответственно, этот интерес послужил появлению ряда публикаций 70-х годов. Среди них, например, его книга о хелиостическом правлении фатимитского халифа Аль-Хакима, опубликованная в 1977 году. А затем он получил должность профессора в Тюбингене, на который уже оставался вплоть до последних своих лет жизни. И там, соответственно, он все чаще начал обращать внимание на истоки исламского богословия. Двумя важными вехами также были работы между хадисом и богословием, 75-й год, и историей мусульманской теологии, 77-й год, в которой он исследовал текстуальные свидетельства ранней датировки, ранней датировки до 7 века н.э., о деятельности кадаритов, защитников свободы воли в период становления ислама. Хотя Иванес лишь изредка писал о Коране, тем не менее, его вклад в изучение Корана был значительным. Например, можно вспомнить главу Ассурата Ан-Надзме, включенную в основу мусульманской теологии, переведенную на английский язык как «Рассвет исламской теологии» в 2006 году. Здесь, вот на самом деле, когда читаешь о том, как он все это исследовал, возникает ощущение, что к чему бы он руку не приложил, даже если это не становилось его основным трудом, это все равно становилось фундаментальным трудом для других людей. То есть, это талант был. Был такой талант у Иванеса, что он, если к чему-то, как бы, да, чего-то касался, то это сразу становилось таким неким подспорьем для дальнейших исследований. Но монументальный его труд – это именно богословие общества. Второго-третьего столетия по хиджере «История религиозной мысли в раннем исламе» в шести томах. Он почти в одиночку реконструировал взгляды огромного числа ранних мусульманских богословов всех мастей, в основном на основе разрозненных сообщений, которые сохранились в более поздних трудах и ресиографов. Это изначально почти неподъемное предприятие, и все-таки он его поднял. Он отклонил предложения о профессорской работе в Принстоне, в Гарварде. Предложений было много, да, самых известных университетов мира, но он остался в Тюбингене. И работал над своим трудом. Он мог, естественно, зарабатывать еще параллельно редактированием, исследовательскими проектами, семинарами, конференциями. Он это делал, но гораздо в меньшем размере, чем мог бы, потому что он писал и путешествовал. То есть он тратил время на то, чтобы найти как можно больше источников, переработать их и, соответственно, получить тот результат, который мы имеем сейчас. И, тем не менее, есть еще его работы. Есть двухтонный труд «Один и иное» 2011 года. Это мой перевод «Der eine und das andere». Интересное очень название на немецком языке. Это дополнительное издание к богословию и обществу. Он изучил в нем еще дополнительные исследования в Ерисиогах, от которых он с таким трудом подчеркнул информацию. В 2018 году появилась обширная коллекция коротких сочинений, составленные им самим и отредактированная Хенрихом Бистерфельтом. Это трехтомник «Клайн и Шректен». На немецком я себе позволю его перевести как «Небольшие сочинения». Это трехтомник. Там содержится множество ценных материалов, в том числе ранее не публиковавшиеся материалы и ряд автобиографических эссе. В итоге список его работ составляет 23 монографии на минуточку, 138 статей и глав в книгах, многочисленные энциклопедические справки и более 250 рецензий на книги. Вот такое литературное наследие нам оставил Ванес. Итак, это энциклопедист, человек, невероятно тщательно исследовавший вверенный ему предмет, истинный архивист, умевший работать с источниками. Несомненно, он обладал огромными знаниями и недюжным терпением, которое понадобилось и мне при переводе третьего тома «Богословие общества». Данный том состоит более чем из 500 страниц текста и нескольких тысяч смозов. Иногда сноски занимали половину страниц, а то и более, содержали много дополнительных сведений касаемо как собственно ссылок на конкретные источники, так и пояснений некоторых утверждений или терминов. По типу изложения труд Ванесса главным образом повествовательный и описательный, любое событие описывается с максимально большого количества точек зрения, а любой вывод обоснован массой подтверждений. Язык сложный, в первую очередь, благодаря длинным предложениям. Характерная вещь, в принципе, для немецких авторов, но здесь порой приходилось прибегать к такой трансформации, как разбивка одного вот этого гигантского предложения на несколько простых предложений в русском языке, потому что иначе очень громоздко получается. Внутренние части отделены точкой запятой, и это, в общем-то, законченные мысли, поэтому позволительно так делать. Также характерно выстраивание той или иной фразы таким образом, что главная мысль идёт в конце состоящего из нескольких вот таких огромных частей предложения. Это тоже можно назвать рамочной конструкцией, она в целом характерна для немецкого языка, но всё же есть разница, когда разнесены и оказываются, к примеру, часть из сказуемого, или когда в конце может высказываться мысль, противоположная той, о которой говорится в предыдущем высказывании. Иными словами, приходится очень часто вчитываться при переводе, перечитывать, потом возвращаться к началу, а потом думать, как это можно разбить и приспособить под читателя. А главное – понятие, что же имеется в виду, какой он на самом деле делает вывод, ну и так далее. А ещё одной характерной особенностью текста является нелюбовь Ванесса к уточнению действующего лица. Он крайне редко повторяет именно тех, о ком он пишет. Поэтому, когда количество действующих лиц превышает двух, а каждый из них на протяжении нескольких абзацев может обозначаться местоимением «он», повышается вероятность запутаться в повествовании, а потом ещё присовокупляются притяжательные местоимения и становится совсем сложно. Это вынуждало меня, разобравшись в той или иной конкретной ситуации, всё же заменять местоимения именами, чтобы будущий читатель Ванесса не мучился так, как я. Мне это показалось гуманным временем перевода. Важно также отметить, что в целом далеко не все будут мучиться, потому что Ванесс пишет свой историко-философский текст не для широкого круга читателей. В первую очередь он его пишет для специалистов, это очень заметно. По тому факту, что он постоянно использует философские и не только термины из арабского языка, не только из арабского. У него встречается и греческий, и латынь без пояснений. То есть обычный читатель вряд ли захочет, в принципе, ознакомиться с таким текстом. И пишет он эти арабские термины, иногда переводя на немецкий язык, а иногда нет. Как бы предполагая, что читатель с ними уже знаком. И не просто знаком, а привык употреблять в речи, что, в принципе, очень сильно повышает планку читателя. Отдельную сложность представляет то, что Ванесс пользуется латинскими буквами для записи арабских понятий. Изначально мне казалось, что это должно помочь при переводе, но это оказалось далеко не всегда так. Если имена типа Али, Абдаллах, Мухаммад или топонимы, Медина, Басара и так далее, относительно на слуху, хотя тоже не все, то с терминами задача усложняется по двум причинам. Первая причина – это, конечно, то, что словари бывают либо арабско-русские, либо немецко-русские. Но нет промежуточного варианта, где арабские слова пишутся латиницей. И их можно посмотреть, да, и можно посмотреть их перевод на русский. И вторая причина в том, что некоторые из этих терминов специфичны для... Простите, Ирина Андреевна, а что, он вводит латиарабские термины без перевода? Иногда да. Или, то есть первый раз он употребляет и сразу без перевода, да? Да, иногда да. И потом надо по конте... Ну, потом уже догадываешься по тому, что написано в главе, что это. Ну, к счастью, он это делает не всегда. Я приведу несколько примеров. Некоторые из этих терминов специфичны для конкретного исторического периода и конкретного места. Например, Мавла. В раннем халифате Мавла это раб или военнопленный нерабского происхождения, который был отпущен на волю, пользовался покровителем господина своего бывшего, да, но уже был по факту свободным человеком. Но про его происхождение, как говорится, никто не забывал. Это либо человек из завоеванных арабами народов, который принял ислам и вступил под покровительство какого-либо племени. А на самом деле это как раз одна из удач для переводчика, поскольку это слово звучит на русском так же. То есть его было очень легко найти. Но не специалисту это слово само по себе ничего не скажет, потому что вот его как раз Иванес дает без перевода и без расшифровки. Он просто пишет, что такой-то был Мавлой, следовательно. И Мавла у него написано, у него все вот эти термины, они выделены русском. То есть он это показывает, что это слово заимствовано оттуда. Ну, не поясняет. А это относительно простой пример. Я бы сказала, один из самых простых. Вот. В таких случаях, вот как я делала, не везде, но я, по крайней мере, старалась. Дело краткопереводческое пояснение в скобочках, потому что даже специалист может забыть значение некоторых слов арабского происхождения. Ну, что же говорить о простых интересующихся. Имеется и такой пример. Рассуждая о критериях истинности событий в источниках, Ванес говорит о термине тавату. Он просто его приводит. Вот есть таватур. Из контекста становится ясно. А можно еще раз термин? Не очень дослушал. Таватур. 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 Ну, наверное, да. По ударению я не могу. Легко. Вот. Он его не переводит. Простите, а под буквами Т были геокритические точки? Конечно. Конечно. По лопту. Так. Я сейчас могу это посмотреть специально. Вот. Потому что это у меня... Это встречается практически сразу же. Сейчас буквально секундочку. Да-да, он пользуется, кстати. Да, спасибо ему за геокритические знаки. Это, например, рано или поздно меня это должно было толкнуть на мысль, и что там разные звуки, и по-русски будет по-разному звучать. Но я не сразу буду. Так. Где же это? Где же это? Сейчас я это найду. Так. Это что такое? Прошу прощения. Он не хочет у меня не скачать. Он должен. Так. Это у меня получается... Угу. Так. Сейчас. Давай-давай-давай-давай-давай. Угу. Так. Сейчас я вам соблюжу. Так. Угу. Угу. Так, я прошу прощения, у меня не получается с поиском. А как он переводится? Это свидетельство по контексту. Из контекста ясно, что это свидетельство, потому что там была проблема. Ну, а вот, тут диакритический знак только на второй А, она долгая. Она долгая. Тут точек нет. Товатур? Товатур, да, получается. Товатур. Как? Товатур? Товатур. Ну, если она долгая, правильно? Если стоит диакритический. Да, долго. Товатур, 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 товатур. Это шестая порода, что-то получил. Товатур. Сейчас мы посмотрим. Да, мы продолжайте. Спасибо большое. Мы сейчас просто интересны. Да, это не свидетельство. Получается, что это слово означает свидетельство в каком контексте, да? Потому что там шла речь о том, чьи свидетельства предположены и нет. Ну, правильно, мутоватур – это тот, который точно по-английски называется консистент. Это не свидетельство, это... Последовательность, скажем. Да, то, что идет, ну, скажем, хадис-мутоватур, может быть. Да-да-да. Или снат-мутоватур. Да, последовательность. Это, может, имеет отношение к свидетельству, но не само свидетельство. Частотность даже, да. Да-да-да. Да-да-да. Повторяется. Да, следование одного за другим. Мутоватур, значит, без... Без перерыва. Без пробелов. Да-да-да. Без пропуска. Хорошо. Спасибо, Ирина Андреевна. Извините, что мы вас прервали. Мы как свидетельство перевели, да? Перевела. Ну, да, потому что там речь шла о том, что свидетельство мусульманина более весомо, чем свидетельство немусульманина и так далее, да. То есть, какие критерии истинности, да, был спор богословский о том, да, какие критерии истинности в том, чтобы принимать, да, свидетельство от разных людей о чем-либо, да, утверждение. А может быть, как согласованность можно перевести? Да, там еще есть слово консенсус, консенсус, который... Да, консенсус. Ага, хорошо, спасибо большое. Вот, да. Здесь именно вот суть, соль, как говорится, в том, что в названиях глав он почти никогда не переводит термины. То есть, он потом, да, вот, то есть, глава началась, более-менее становится понятно, о чем идет речь. А в самом названии, например, вот очень сложный термин «Махия». Она так называется, глава «Ди Махия Готес, Ундержекстер Диндесмен». Да, и как он переводит на немецкий? Он его никак не переводит. То есть, как он только пытается... А как он переводит? Да, как вы перевели? А вы как перевели? Я остановилась на сущности. Хотя это не совсем то самое. Потому что... Сейчас я поясню, почему здесь, да. Оно не переведено, оно идет с немецким артиклем женского рода, который нам указывает на высокую степень абстрактности данного понятия. А в самой главе мы там видим. Мы знаем... Такая фраза. Мы знаем, что таким образом утверждается только то, что Бог существует. Но мы не знаем его индивидуальной реальности, его квидитас. Он приводит латинский термин квидитас. А почему вы тогда не взяли вот именно как штойность квидитас, да, с латинского языка? Потому что штойность не такой прям ходовой термин. То есть не хватит латинского языка. Не хватит латинского языка. Попять латинский надо было бы. Он не случайно упоминается, как мне кажется, да. То есть не существует субстанс, ни в коем случае, да, не эссенс. И везен тоже. Везен звучит абзацом ниже. То есть сначала идет квидитас, потом он все же говорит о везен, да. Ну, словарь, кстати, арабско-русский дает тоже сущность, так перевод. Баран. Практически тоже по Баранову переводит. Он в такие вещи. Есть словарь философских терминов арабско-русских. Ирина Анатольевна, а вы не проповали там, где он не вводит эквивалент немецкий, оставлять арабский термин, как он это делает? А там, где он говорит квидитас, употреблять латинский текст, как он это делает? Там, где он говорит «дас везен», уже давать сущность. То есть полностью следовать автору в этом смысле. Мне кажется, это было бы более правильно. Возможно. Смотрите, я вообще почти всегда оставляю арабские в скобочках. Потому что, ну, мне кажется, вот именно что важно, как вот этот изначальный термин. Потому что он приводит эти термы. Ну, то есть если автор вот так считает, что читатель должен все это знать, и латинские, и греческие, и арабские термины, и не утруждает себя переводом или интерпретацией этих терминов, мне кажется, задача переводчика тоже его, ну, следовать этому принципу. Однозначно. Я перевожу в скобочках пояснения. Да, понятно, что вы приводите. Это замечательно. Очень хорошо, что вы переводите. Может быть, имеет смысл как бы оставлять то, что он, как структуру его текста. Он же не приводит в скобочках ничего. Иногда, да. Нет, когда он переводит. Да, нет, это просто наше замечание, как бы рассуждение вслух. Потому что тут все переводчики, у всех есть богатый опыт. Здесь очень много может быть действительно таких ценных. А вот ценные, безусловно, да. Да. Розанна Владимировна, вы что-то говорили. Да, пожалуйста, Ирина Андреевна, продолжаем. Да. Вот. Ну, собственно, вот это... Да, один пример. Еще один пример. Еще сложнее. Вот. Глава 1, 3, 2, 1, 2 называется «Теория мана». Димана теории. Так она у него и называется. Мана не ищется уже, в отличие от Махии, вообще нигде. Поэтому Махия, кстати, более-менее что-то там можно было найти. Что это там с Квидитес связано и так далее. Ну и Квидитес, опять же, помогло. А мана не помогла это вообще нигде и ничем. Мы узнаем, что данный термин был введен Муамаром в процессе дискуссии о различных акциденциях одной и той же вещи. Муамар приходит к выводу, что одного движения недостаточно для изменений и необходима еще некая причинно-следственная связь. И именно эту связь он называет мана. То есть это... Что это такое? Это некая внутренняя причина, исходящая из самой вещи. Зачем? Смысл? Словом нельзя перевести. То есть это, вернее, можно, но, смотрите, вот сейчас скажу, что Ванес предлагает в итоге. Он приводит историю толкования различных мыслителей на этот термин. В итоге, обратите внимание, он говорит, что он бы перевел это на немецкий язык, словом, даст момент. Мана? Момент. Нет, арабский мана, он перевел бы das Moment? Das Moment, да. Момент. Вот, но только не der Moment, да, потому что в немецком есть два амонима. Das Moment и der Moment. Вот темпоральное это der Moment. А das Moment это фактор обстоятельства и еще это физическая величина. Момент движения, да, момент силы и так далее. Вот для всего этого используется тоже слово das Moment. Вот. Я, естественно, его и перевела. Так же, как он предложил, момент, пояснив, что это именно das Moment. Потому что он тоже поясняет, что это das. Но это его. Здесь все правильно. Как переводчика. А Ирина Андреевна корректно. Да, и он, в скобочках, понимаешь, средний род. Потому что даже носитель языка на немецком, да, ошибется, если подумать, что это der Moment. Это неважное пояснение, которое, слава Богу, спасибо ему, он здесь сделал. Вот. То есть главное показать, что это понятие не тождественно понятию свойства, проявления или чего-то в этом роде. Да, то есть мы сохраняем тогда его как есть, с его, да, транскрибированием латиницей, словно шлотмана по-русски, так и переводим, в скобках, да, вот это вот арабское слово оставляем. Потому что по-другому, как бы, это вот такое у него, такая вещь в себе, по сути, получилось. Очень сложная глава. То есть, Розанна Владимировна, если читали, если не читали, то еще получится читать. То есть она сама по себе очень сложная для понимания. Вот. Нет уверенности, что там так просто в этом разобраться. Вот. То есть какие-то термины, какие-то термины менее сложны, менее сложны. То есть, и он сразу приводит сам же в скобочках, что это значит. То есть он в названии главы использует термин «лутф», там четыре буквы, «лутф», и сразу же передает это понятие лексемой «гнаден эрвайз», буквально «оказание милости» или «помилование». Поэтому, исходя из этого, как бы, «лутф» можно переводить как «милость». Ну, милость со стороны Бога, естественно. Вот. То есть это было легче гораздо. Вот. Можно найти, опять же, даже в написании какие-то отсылки на это ищутся. Вот. То есть здесь, когда это всё переводишь, постоянно вспыхивает мысль, которая как раз была выражена в учебнике «Ситуативная германептика». Перевод мы должны понимать как деятельность, которая, с одной стороны, сохраняет специфику и оригинальность изучаемого текста, что призвано расширить языковое и философское мышление читателя. А с другой стороны, прорабатывает языковые пути к восприятию уникальной сущности, иной культуры, средствами родного языка. При таком подходе история философии предстаёт как искусство перевода и интерпретации. Это страница 16. И далее очень интересная, замечательная фраза. История философии – это история перевода, а перевод философии синонимичен пониманию. Вот это абсолютно замечательная цитата, потому что вот пока я взаимодействовала с Ланесом, у нас с ним получился очень многоуровневый процесс, потому что он пытался выстроить диалог об арабской философской мысли с немецким читателем, а я, получается, читая на немецком, пыталась выстроить уже два диалога. Один с немецким оригиналом, а другой с той же самой арабской философской мыслью, чтобы можно было донести до арабского предстателя понятия из-за этого мира. Вот эти множества. И я не исключаю даже, что не везде справилась с поставленной задачей, потому что мысль Ванессы, она имеет свойство иногда перепрыгивать к выводу, потом опять возвращаться к тому, что было сначала. Как-то много какие-то объяснения пропускает, хотя они должны тут быть, приходится их как-то домысливать все равно. То есть все время вот это призвание восстанавливать картину мира автора исходного текста здесь работает. Надо думать за него, в какой-то степени смотреть его глазами. Насколько это получается, насколько это игра воображения, это другой вопрос. Главное, что все переводчики, они так или иначе в это вовлечены, и процесс это неизбежен. Да, то есть в данном случае получилось, что мы оба с Ванессом занимались одним и тем же, под подбором эквивалентов и выстраиванием вот этого вот диалога. Ну, насколько это удачно получилось, судить уже не нам, а читающей аудитории. Сначала редактору. Спасибо, Ирина Андреевна, вы очень мужественный человек. Мне кажется, настало время изучать арабский язык. Ну, чтобы понимать, о чем идет речь, да? Да нет, в целом, я вот это по вас посмотрела, я вдруг поняла, что вы арабист. А, то есть сначала вы посмотрели... Да, в санскрит санскрит у вас точно не пойдет, а вот арабский, мне кажется, с вашим подходом, да, Андрей Иванович? Ну, а у меня вот такой вопрос. Вот вы говорите, что вы хотели устроить диалог не только с Ванессом, но и с арабской философской традицией. А вы что-то из философской арабистики привлекали в своей работе или нет? А, ну, я искала источники соответствующие, то есть, как сказать, привлекала. Если я находила какие-то статьи по теме, то я тоже с ними, естественно, ознакомливалась, чтобы более точно понять, передать смысл того или иного термина. Вот, то есть у меня там разные источники попадают. Не, ну как, ну вот у нас довольно много уже работ по философской арабистике, где, в частности, и мотозилизм рассматривается, и ашаризм, где рассматривается в целом история арабской философии. Есть словари арабской философской лексики, ну и так далее. Есть целая серия, есть ежегодник исламской философии, ну и прочее. То есть, есть огромный пласт литературы, который имеет дело с арабской философской традицией. Если бы вы его посмотрели, вы бы не мучились с термином Марнен, а просто бы знали, как его передавать, и все. Вот, понимаете, потому что, ну, ладно. Мне кажется, это задача научного редактора, если так по-честному. Потому что задача переводчика – это переводить текст так. Ну, если бы переводчик этим и ограничился, то да. Но ведь переводчик поставил задачу объяснить читателю. Объяснить читателю – это уже другая задача. Ну, я вот не знаю, если бы я встретила в немецком тексте «das Moment», как бы она, как бы я перевела. Я бы, наверное, ну, не знаю, в «Смоске», наверное, бы я написала общее значение слова «маана». Общее даже такое, бытовое, я бы сказала, не то, что философское. Потому что «das Moment» имеет что-то как-то странное, что «маана» «das Moment». Хотя вот с позиции «батон дагер»… Ну, конечно, но «манен» – это батон для разных дагеров. Если речь идет о слове, то это батон для лябза. Если речь идет о теле, то это, может быть, батон для адреса там, ну и прочее. Сейчас мы критические философы. Сейчас мы просто исключительно арабская терминология. Вы не можете найти удачные русские переводы, в принципе, потому что русская терминология, как и европейская, построена на другом логическом принципе. У вас нету просто адекватного термина. Поэтому вы делаете так, вы даете чисто номинальный перевод, а «марнен» – это смысл. Вот и все. А дальше разъясняете, в чем смысл слово «смысл». Иначе это не будет понятно. И почему «Ванес» переводит «das Moment». Вот мне непонятно, почему «das Moment». Потому что это тоже некое идеальное содержание, которое видно за внешним физическим явлением. То есть, это отдаленно напоминает структуру «дагербатом». Поэтому он так и переводит. Вообще, для «марнен» в англоязычной литературе в переводах до 10 и больше переводов встречается. И каждый раз они контекстуальны. Они каждый раз как бы прилаживаются. Ну и всякий раз они неудачны, естественно. Поэтому тут, ну что... Спасибо, Ирина Андреевна, в любом случае за... Да, вы просто огромную работу сделали. Потому что «Ванес» – это глыба, конечно. И то, что он будет на русском – это великое совершенно дело. Мы постараемся отредактировать какие-то там вещи. Спасибо, что вы сделали этот доклад. Потому что уже понятно, в каком направлении, на что обращать внимание при редакторе. Ну, а вы начнете учить арабский язык. Конечно. Потому что любовь к нему очевидна у вас. Да, да, да. И посмотрите, темперамент, как бы вот, как это называть-то, не темперамент, а вот устройство. По глазам видно, что арабист. Нужная эмоциональность есть. Да, вот такое как бы... Что он просто смелость. Смелость. Мы, короче, вычислили вас. Не арабист. Вы не германист. Вы арабист. Я не смогла зашифроваться. Я не смогла. Кстати, по-моему, кому вы делали благодарность? Кто-то делал доклад по поводу того, что кто-то... А, Врачковский написал до Лениной свою первую какую-то книжку над арабскими рукописями. Он подписал так, что, как бы, благодарность, я не помню, как ее звали, но неважно, да, Анне Аркадьевне за предательство германистики. Так что мы вас призываем предать германистику и уйти в арабистику, как и Надежда Николаевна. Хорошо. А следующие-то тома кто будет переводить? Вот второй том после Журавского переводит Ирина Андреевна, начиная с... Ну, еще три лет, кроме этих. Ну, вот я связала с Андреем Лукашевым Ирину, и как пойдет у них. Сейчас третий том отредактирую. Второй том Ирина допереводит. Ну, слушайте, если вы действительно будете столько... Такую огромную литературу переводите, то, ну, если вы не станете арабистом, хотя стоило бы, тогда бы дело пошло быстрее. Но вы все-таки посмотрите литературу по философской арабистике. Если хотите, я вам пришлю ссылки, чтобы вам было проще. Потому что вы, в общем, вникаете в проблему и относитесь к этому совершенно неформально, да, добросовестно. Но, ну, как бы, ну, какую-то оснастку надо же вам придать, чтобы вы не с голыми руками это делали. Ну, хорошо бы. А то я полкнула. Ну, так давайте, никаких проблем. Вот, Рузана Владимировна, если даст мне, например, ваш адрес, то я вам перешлю ссылки. Или тексты даже. Хорошо, Ирина Андреевна, давайте мы будем дальше идти. Дальше идти учить арабский уже пора, да, и, соответственно, потихонечку становиться арабистом. Потому что я вас хотел спросить, какая разница между лутф и рахма, потому что и то, и другое милость. А вот, ну, я уж не стал спрашивать, а вот когда вы выучите арабский... Мы вас хорошенько будем терзать после ваших докладов, мы будем вас терзать со словарями, со ссылками на источники. Знаете, арабисты такие въедливые. Приходите к нам, а вы немножко такая, как раз... Которую хочется меняться. Да-да-да-да. Объедливого такого, очень подходящий. С вашей добросовестностью, трудоспособностью, трудолюбием. Ну, вы возьмитесь за остального-то Ванессы? То есть до самого конца? Возьмитесь? Да, я возьмусь. Единственное, что они там решили пятый и шестой том издать, вот как они есть, там арабисты будут переводить. С арабского. Ну, они их будут... Что значит арабского? Подождите, а они что, пятый и шестой на арабском? Они на арабском. Пятый и шестой тома у Ванессы на арабском языке? Я поняла, так что да, он там изречение приводит. Вообще-то там не шеститомный, конечно. А, там четыре тома, да-да-да. А четвертый вы будете переводить, да? Я надеюсь, что я. Если меня не будет... Ну, это было бы лучше всего, чтобы один человек от начала до конца переводил. Иначе это будет разновой и безумный. Да-да-да, концепция, чтобы была какая-то. Ну, тогда, тем более, посмотрите, пожалуйста. Ну, это просто вам поможет. Кабалева-Шарбатова начните учить. Учебник арабского языка. Кого еще раз? Ковалев-Шарбатов. Учебник арабского языка. Начинайте уже. Это не лучше. Все, можно и не делать. Начинайте. Зачем вы? Ну, пусть мы... Пока Ковалев-Шарбатов. Ковалев-Шарбатов, это позапрошлый век. Даже меня не учили. Меня тоже по нему не учили. Ну, вот. А зачем? Нет, Лебедева вы видите в виду Дмитрия... Нет, Владимир Васильевич. Владимир Васильевич. У Лебедева куча учебников и для начинающих, и такие, и сякие. Он великолепный методист. Посмотрим. Великолепный. Давайте, пожалуйста, это ревлядь. Я бы тоже думал. Давайте, посмотрите. Как его... Владимир Васильевич. Владимир Васильевич. Лебедев. Лебедев. Это вот была в САА совершенно фантастическая тройка арабистов. Ну, а то есть они все, слава Богу, живы. Фролов, Лебедев и Фомичев. Но Фомичев давно уже ушел в такую практическую работу. А Фролов и Лебедев остались. А язык Корана кто писал? Лебедев, это не он? Ну, у него есть по кораническому, арабскому тоже у Лебедева. У него целая серия учебников. И для тех, кто хочет просто читать Коран, у него есть учебник. Да, да, да. Вот я помню, что там. Владимир Васильевич. Да. Он совершенно замечательный арабист, синхронист. Мы много синхронили вместе. Так, арабист. Учебник, да? Учебник арабского. Да. Прекрасный человек. Очень мягкий. Чем более. Да. Для начала. Вот полный курс литературного арабского языка. Он есть в ВКонтакте. Посмотрим его. Ну все, начинаем. У вас же на кафедре Лукьянова, заведующей кафедрой. Да. Она арабист. Вот подойдите к ней и скажите, что пусть она повышение квалификации своих сотрудников проводит. Бесплатно. Бесплатно? Нет, так и работает. Ну, конечно. Так не работает у нас. У нас все, да. А вообще, ну, смотрите, если вам нужна, вот, ну, понимаете, вы, вот я вижу, сколько вы усилий прилагали, чтобы разгадать вот эти арабские термины. Но, пожалуйста, ну, видите, наше преимущество в том, что мы можем друг к другу обращаться за консультацией. Ну, просто всегда, когда вам нужно, вы можете написать, позвонить, не знаю, там, телеграм написать. И все это очень быстро решается. Просто это сэкономит ваши усилия. Да. Может быть, мы создадим какую-нибудь в телеграме группу? Создайте в телеграме группу, да. И все, и можем. И все будем. Вы уже. Ну, потому что это просто, ну, как бы сказать, не гуманно. А вы будете научным редактором? Нет, редактором не буду. А, нет, нет, это другой совсем. А помочь, вот, это я всегда помогу, если есть вопрос. Тогда ты будешь научный консультант. Иначе это негуманно. Ну, человека не арабиста заставлять разбираться с Ванессом. Не заставляли, мы предложили. Ванесс это... Нет, нет, я имею в виду разбираться с арабским содержанием Ванесса. Потому что... Но Ирина Андреевна не обращалась, да, Ирина Андреевна за помощью. Она полностью самостоятельно, даже без вопросов. Да давайте обращайте. Вы думали, что такого рода сложности там есть. Ну, как же, да. Ванесс, конечно, очень... Вы правы, Шпро. Он очень сжатый текст, понимаете. Вот ему бы все это раз в 10 бы больше написать. То есть, все это разжать и как бы разжевать. А он все это сконденсировал, конечно. Очень-очень плотный текст. Очень тяжелый. Да, да. Он, 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 его, он, его. Да, да. Кто его? В таком-то смысле... Я не знаю, насколько это характерно вообще для немецкого стиля. А вот для арабского это характерно. Может быть, он под влиянием арабского... Так сказать, арабский текст. Нет, потому что по-арабски это вечное местоимение. И кто он имеется в виду. А он это и оно же. И что имеется в виду, разобраться, если ты не понимаешь, о чем речь идет, вообще невозможно. Вот у него вот это... Он как бы выдает вот результат своей мысли. А все промежуточные стадии, они у него в голове остались. Да, правильно, правильно. Вот это образы есть, код гениальности, требования к гениальности читателя. Или переводчик с автором. Может быть, вы будущий Банесс. Я? Ой. Да, от германистики, карабистики, путь востоковеда. Следующий доклад лет через двадцать. Пять томов. Мне нравится, как вы уже все за всех расписываете. Масштаб нашей... Так, хорошо. Спасибо, Ирина Андреевна. Мы не расписываем за вас. Мы вам, как говорится, раскрываем горизонты. Позвольте направления. Да, не надо ограничиваться только германистикой во всяком случае. Надо, конечно, тоже там ограничиваться. Мы латинистикой тоже с вами. Да нет, надо чем-то стоящим заниматься. А стоящим сейчас является арабистика. Всегда. Почему сейчас, Андрей Владимирович? Всегда. Это вечная имана, можно сказать. Ну и всегда. Правда, не думаете, что поздновато стартовать человеку в моем-то возрасте? Ну, вы такая молодая, что же вам поздновато. Как бы как ни вам. Ой. Насильный. У вас сейчас как раз тот самый возраст, сознательный, трудолюбивый. Вы уже доказали, что вы способны к изучению арабского языка. Понимаете? Не то, что там вот 15-16 лет начал, еще вообще непонятно. Бросают. Или там еще что-то. Как раз после латыни, тем более. Только самое оно. Ну, мы вас оставляем на дне с арабским. И прощаемся. Всего доброго. До свидания. Спасибо огромное. Всего доброго.